Золото 92-й пробы. Цены на бензин выросли в 56 субъектах России. Кризис не обошел стороной Забайкалия. Сегодня наши водители выкладывают за самую популярную марку бензина по 32-33 рубля. По данным Забайкал Крайстата, за последние дни повышение цен на топливо в Чите составило 7%. Среди автолюбителей ходят тревожные слухи о том, что бензина даже самого дорогого в крае катастрофически не хватает. На круглом столе, организованном газетой АИ в Забайкале, представитель краевого правительства Сергей Чесноков сообщил, запасов топлива в крае на 7 дней. Ситуацию контролируют. И вполне возможно, стоимость ГСМ пойдет на убыль. Нефть закупают в Комсомольске-на-Амуре. Там оптовые цены ниже. Впервые, наверное, в истории, пускай это отдаленный от нас карбинат, значит, Комсомольск-на-Амуре, мы оттуда получили топливо данной марки. И мы дополнительно, Роснефт нам выделила топливо с ангарского комбината. Рост цен на бензин поднимает ценовую планку и на большинство товаров и услуг. По мнению участников круглого стола, бензиновый кризис носит не местный, а системный, общероссийский характер. Ни в одной нефтедобывающей стране не существует дефицита топлива. Рынок сверхмонополизирован. Мы вроде бы огромное государство, сами добываемые, должны были бы внутри себя все отрегулировать. Не сможем мы уже, являясь членом мировой экономики, досконально все отрегулировать. Мы зависимы, потому что все эти биржевые оценки, индексы, торги и так далее, и так далее, мы слишком зависимы. Удар ощутили на себе всем. Кризис затронул и розничных продавцов бензина. Но, по их мнению, этот процесс естественный, и болезнью нужно переболеть. Ни Владивостока, ни Алтая, ни Тувы мы не повторили. И те цены, которые сейчас существуют, я вот с губернатором полностью согласен. В регионе сейчас нужен бензин, цена эта вторичная. И мы сейчас грузились, образно говорю, нам без разницы. Мы даже закуп, когда нефтепродуктов производим, уйдет топливо, цену обсуждаем уже, когда оно идет с дороги. Практику собираться вместе специалисты планируют продолжить. Кризис заставляет объединиться всех. Наталья Собиникова, Дмитрий Пенигин. Время новостей.